Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил божественную литургию в храме в честь иконы Божьей Матери Знамени Абалатская. В день честного дня древнего богородичного образа Знаменская Церковь отметила престольное торжество. В воскресный позимний морозный день Церковь вспоминает события почти 900-летней давности. Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году. В воспоминания чудесного заступничества Царицы Небесной был установлен праздник в честь Знамения Божьей Матери. Существует несколько чудотворных списков иконы Знамения. Новгородская, Курская, Верхнетагильская, но среди жителей Сибири особо почитаем образ Абалатской иконы Божьей Матери. Велика и безгранична земля Сибирская. Украшена она и горами, и реками, лесами и долинами. Множество всего и есть в земли Сибирской. И когда только шли люди просвещать землю Сибирскую, созидать в пределах ее новые города и деревни, возносили усердную свою молитву пред иконы Божьей Матери Абалатской. Ведь сегодня Церковь чтит икону Божьей Матери Знамения. Ту икону, которая некогда в XII веке прославилась в городе Великом Новгороде. Список с этой иконы, как великую святыню, некогда была обретена под Тобольском в местечке, называемое Абалаком. Русские люди прошли всю Сибирь, до самого океана. И по земле Сибирской множеству устроено храмом в честь знамения иконы Божьей Матери Абалатской. И ныне здесь, в этом храме, в сей престольный день, и мы усердно совершаем наши молитвы, вознося пред Матерью Божией свои прошения о том, чтобы она заступилась за род христианской пред Сыном Своим, Господом нашим Иисусом Христом. Чтобы в наших путешествиях святитель Николай молился о нас, а пример веры и покаяния еще и еще раз напомнила нам преподобная Мать Наша Мария Египетская.